Настоящие патриоты Сочи. Так говорят о горожанах, которые состоят в ТОСах. Эти люди не безразличны к судьбе родного города, двора, дома, поэтому и выбрали общественную работу. Организация праздников в микрорайонах – это малая часть их деятельности. Основная задача членов ТОС – помощь инвалидам, ветеранам, детям. Взаимодействуют они с полицией и с руководством города. ТОС Мацеста, например, работает с 1997 года. Сделано многое, но самые заметные перемены произошли за последние 10 лет. Перечислять не стоит, говорят местные жители. Все видно невооруженным глазом, как, например, новый сквер на набережной Мацесты. Я благодарна главе города за поддержку этого парка на всех уровнях власти, вплоть до федеральных, поскольку это очень сложно и трудно было пробить 7 гектаров парка. Мы помогаем и людям старшего поколения, и инвалидам многодетным, малообеспеченным. То есть все, что касается жизни населения – это наше. Естественно, это наведение порядка, потому что это наш дом. Подводя итоги, ТОСовцы вспоминают начало пути. Старые подъезды без окон, а где-то и без дверей, пустые дворы. Сегодня детские спортивные площадки – это не диковинка, а обычное явление. В микрорайоне не было на то время ни детских площадок, ни каких-то мест для отдыха пожилых людей. На сегодняшний день в микрорайоне оборудована детская игровая и спортивная площадка, организован досуг для старшего населения. Поскольку мы сами живем на этих территориях, естественно, нам хочется, чтобы мы жили в благоустроенном комфортных условиях. Сегодня в Сочи 75 ТОСов. Друг друга они считают большой семьей, объединенной одной идеей и целью – работать на благо любимого города. Обычно работу общественников оценивают власти и поощряют органы самоуправления, в том числе денежными грантами. Сегодня же в честь юбилея местные активисты решили дать свою оценку руководителям города, взаимодействовать с которыми им приходится ежедневно. Для этого придумали свой знак почета. Главе города и председателю городского собрания вручили серебряные знаки с гербом Сочи, изготовленные лично председателем ТОС Солоняки Андроником Чайляном. Очень много было сделано в разных направлениях. Это касается и, конечно, благоустройства, где многие-многие из вас были активнейшими участниками, которые были инициаторами. Я так попытался посчитать, сколько же построено скверов маленьких, больших, и насчитал, что свыше 30. Мы с вами очень большие молодцы, что вы такую огромную работу проводили. И я желаю, чтобы ТОСы наши стали еще большими хозяевами, чтобы они добивались еще лучших результатов, и чтобы каждый двор, каждая улица, каждый дом становился все красивее, красивее и красивее. Сочинские ТОСы регулярно входят в число победителей региональных конкурсов, а в этом году решили объединиться в ассоциацию. Новая форма даст общественникам возможность претендовать на федеральные гранты. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ.